Всем привет! Продолжаем серию видео о мопедах покрупнее, то есть о мопедах, которые подходят людям с более высоким ростом. Ранее у нас были видеоролики про мопед Nordwing, про такой мопед как Sigma, Jordan Evo. Ну и еще, пожалуй, остались две модели из этой серии. То есть это Stingray, но Stingray в принципе это та же самая модель, что и Jordan Evo, только в несколько другом обвесе. И, соответственно, Кросстрек. Вот сегодня была возможность покататься на мопеде Кросстрек. Напомню, стоимость вот таких мопедов на сегодня, мопеды подороже, это, пожалуй, Nordwing и Jordan Evo, стоят они в районе 100-105 тысяч рублей. А вот Кросстрек, Sigma Sport, Stingray, то есть такие мопеды стоят в районе, ну где-то тысяч на 10 подешевле, то есть 95-100 тысяч рублей. Кросстрек отличается от других четырех моделей, вот крупных мопедов, да, которые, по крайней мере, у нас есть в продаже, то есть Nordwing, Sigma, Jordan Evo и Stingray, тем, что вот у Кросстрека такой своеобразный обвес, да, который можно назвать, пожалуй, внедорожным или каким-то грузовым, да, обвесом. Своим внешним видом этот мопед производит ощущение такого сельского, да, транспортного средства, такого транспортного средства, которое больше используется для перемещения вот по дорогам сельской местности, то есть у нас вот, например, это райцентры, например, или деревни, поселки, дороги в которых, ну, в основном, да, скорее грунтовые, но, в принципе, поскольку это мопед, то есть он формально имеет возможность ездить и по дорогам общего пользования, в том числе, конечно, и по асфальту. Ну, то есть, если даже внешне посмотреть, вот, на основные характеристики, которые отличают этот мопед, то есть здесь колеса стоят 18-е, что характерно именно вот для таких более внедорожных, да, мопедов. Здесь барабанные тормоза, они дисковые, в отличие от остальных, да, четырех моделей, которые, вот, по крайней мере, у нас есть в продаже. Здесь переднее такое своеобразное крыло, такое, как у спортивных, да, внедорожных мотоциклов типа кроссовых, оно очень сильно задрано. В конструкции задней подвески установлены амортизаторы с двойными пружинами, или как вот у Bajaj Boxer, да, такой популярной модели, которую мы уже тоже не раз рассматривали, эта конструкция называется Spring in Spring. Ну, то есть, предполагается, что вот эти амортизаторы несут большую нагрузочную способность. У этого мопеда, в отличие от других, пожалуй, четырех моделей, такое ровное, плоское седло, можно назвать его классическим, да, или вот еще утилитарное, на которое при необходимости можно разместить не только пассажира, но и багаж. Ну, и удобно оно, помимо прочего, и тем, что вот людям высокого роста можно отодвинуться назад, да, на таком сидении, и это будет более комфортно, чем на двухуровневом, например, сидении, которое сейчас применяется гораздо чаще в мопедах и мотоциклах. У этого мопеда есть дуги безопасности, передний багажник своеобразный, есть достаточно большой задний багажник, боковые такие подставки, да, для ног пассажира, или это тоже можно использовать как багажники. В этом мопеде, помимо прочего, стоит более такая простая или утилитарная, чем можно сказать, светотехника, крупные поворотники, фара, задний стоп-сигнал, все это такое утилитарное, да, как бы. Ну, и, собственно, и остальные детали в этом мопеде, ну, намекают на такую, как бы, его хозяйственное, на хозяйственное его назначение, то есть на утилитарность. Теперь, если перейти непосредственно вот к основному вопросу, то есть, подходит ли вот этот мопед для высоких людей. Ну, нам вот в комментариях, когда мы еще выпускали видео про Нордвинг или Сигму, писали, что вот как раз кросстрек тоже подходит для высоких людей. Но, на самом деле, причем пишут люди, которые, вот как они пишут, они достаточно высокого роста, 1,86 или выше, но, на самом деле, по ощущениям, если сравнить вот кросстрек, например, с Нордвингом или Сигма, то кросстрек для высоких людей, вот у меня рост 1,90, подходит не так удобно, и разница достаточно существенная. То есть, самый идеальный вариант, вот при росте 1,90, например, из этих мопедов, о которых мы уже говорили, это Нордвинг, то есть, Нордвинг подходит по геометрии, пожалуй, идеально, то есть, там вообще нет каких-либо вопросов по удобству посадки, по эргономике. Подножки расположены достаточно низко, то есть, колени не поднимаются вот высоко, как у большинства китайских мопедов при высоком росте. То есть, все там, руль, насколько он удален, насколько поднят, все это сделано вот в Нордвинге идеально. В Сигме практически идеально, чуть-чуть там немножко другая геометрия у подножек, но тоже вполне окей. А вот у кросстрека есть такая же проблема, то есть, подножки, расстояние между подножками и сидением водителя, то есть, вот та же проблема есть у большинства китайских мопедов, подножки несколько высоковато, поэтому колени водителя вот высокого роста, они находятся достаточно высоко, то есть, даже выше бензобака, и, соответственно, они при этом согнуты, что не так удобно, конечно, как вот, например, эргономика мопедов Нордвинг или Сигма. То есть, здесь разница достаточно большая, и она не в пользу кросстрека, вот именно с точки зрения людей высокого роста. Но если рост человека, ну, не метр девяносто, да, поменьше, там, метр восемьдесят, например, и поменьше, то вполне будет, скорее всего, все нормально. То есть, будет достаточно комфортно. Также, в принципе, не сказать, что это критично, да, то есть, можно ездить и так, то есть, можно ездить, в принципе, на этом мопеде, и вот при такой эргономике. Но если знать о том, что Нордвинг и Сигма гораздо удобнее, особенно Нордвинг, то, в принципе, конечно, лучше выбрать, пожалуй, вот, если есть возможность, другой вариант. Что касается подвески, того, как этот мопед едет по неровной дороге, по сути, по грунтовке, да, особенно по ухабистой грунтовке, для которой, по сути, он и предназначен. Ну, здесь вот у нас была возможность у меня прокатиться по той же самой дороге, по которой ездили на других мопедах такого типа, на крупных. То есть, какое отличие в подвеске? Ну, такое ощущение, что задняя подвеска вот из-за такой другой конструкции, да, несколько амортизаторов, то есть, пружина в пружине, она несколько пожестче. Но, в принципе, это нормально для, в принципе, вот это нормально для подвески такого типа. Поэтому не сказать, что эта подвеска слишком жесткая, то есть, настолько, что там ездить некомфортно. Ну, и не сказать, что она мягкая. То есть, по ощущениям, все-таки подвеска, например, Сигмы или Нордвинга помягче. А вот эта подвеска, что касается именно задней подвески, она пожестче. Что касается двигателя, то, в принципе, двигатель здесь везде одинаковый. То есть, да, это малокубатурный двигатель. И вот даже при весе в 130 килограмм, как я уже говорил и на предыдущих видео, каких-то вопросов, да, к этому двигателю, что касается, там, динамики, характерной именно для мопеда, ну, нет. То есть, этот двигатель вполне нормально подходит, да, для того, чтобы ездить вот на таком мопеде, даже человеку с весом 130 килограмм. Не говоря, конечно, о ком-то другом более, более таком распространенном весе, да, поменьше 100 килограмм, который, наверное, у большинства людей. То есть, этот мопед, в принципе, хорошо едет в гору, каких-то вопросов нет, разгоняется так, как, в принципе, и должен ездить мопед. То есть, каких-то вопросов здесь с точки зрения, там, его динамики нет. На кросс-треке такие своеобразные тормоза, да, то, как они работают. Или, по крайней мере, вот был такой у нас вариант, который я взял именно для тест-драйва, сегодня собранный под клиента. И, может быть, на нем, да, так настроили тормоза, поскольку еще бывают разные сборщики, да, техники. То есть, здесь тормоза очень острые, несмотря на то, что они барабанные. То есть, и вот передний тормоз, который выведен там на правую ручку, да, на руле рычаг, и, соответственно, тормоз задний, который управляется педалью справа. То есть, очень чуткие, очень чуткие даже, я бы сказал, рисковатые тормоза. То есть, при каком-то очень даже небольшом нажатии, мопед очень хорошо реагирует на рычаги тормоза. В целом, это хорошо, на мопеде, конечно, это даже удобнее, чем то, когда есть, например, люфт. Но, по идее, конечно, должен быть люфт, да, то есть, тормоза должны срабатывать там не сразу, как вот здесь, например, на этом мопеде, ну, а с каким-то небольшим люфтом. В целом, общее впечатление от этого мопеда, если подвести какой-то уже итог и не растягивать это видео, в целом впечатление положительное. То есть, особенно, если это сравнивать вот с какой-то классической альфой, то есть, таким маленьким мопедом, да, который подходит далеко не каждому. То есть, это все-таки мопед, вот, кросстрек с другой совершенно эргономикой, и он подходит, ну, к гораздо большему количеству людей. То есть, что значит подходит? То есть, он будет более удобен, то есть, на нем удобно ездить, он более комфортный, а это достаточно существенно. Но, в то же время, если, например, вот говорить о эргономике мопедов для именно высоких людей, то есть, вот еще раз скажу, что при росте, например, 1,90 м, вот, я бы отдал предпочтение, например, Нордвингу, ну, или во вторую очередь Сигме. То есть, Нордвинг мне показался вообще идеальным вариантом. А Сигма, ну, чуть менее идеальным вариантом, но тоже, тоже очень-очень прекрасным. И, в целом, еще раз, этот мопед отличается по своему внешнему виду и, вот, в принципе, по своей конструкции от других мопедов, то есть, он более такой утилитарный. Ну, и чаще вот люди покупают его именно для использования в качестве такого универсального транспортного средства в сельской местности. То есть, у него есть такие характерные обвесы, то есть, конструкция его такова, что вот он более, имеет, например, более классическую посадку, прямое плоское седло. То есть, в принципе, 18-е колеса, барабанные тормоза, то есть, то, что вот больше характерно именно для такого простого сельского мопеда или мотоцикла. В продаже у нас есть, пожалуй, только две вот модели с похожим обвесом. Вторая модель, это у нас такой мопед, как Forester. То есть, это мопед типа новая Альфа, условно, можно его назвать. То есть, это, в принципе, это мопед базовой конструкции, его называется Shuriken, который тоже есть у нас в продаже. Но он имеет вот такой тоже внедорожный, назовем его условно, обвес, который характерен и для мопеда Кросстрек. Очень похожи внешне, да, вот эти мопеды Forester и Кросстрек. Но Forester все-таки поменьше и, соответственно, попроще, то есть, и стоимость его поменьше. То есть, он в районе, наверное, 65-70 тысяч рублей стоит на сегодня, как и вот большинство, наверное, мопедов типа Альфа, вот, которые называются новая Альфа. Ну, а Кросстрек все-таки посерьезнее и покрупнее.